всем привет привет меня зовут инна вы уже меня знаете сегодня девчонки будет такая душесчипательная тема тоже вот постоянно на меня крутится в голове а если какая-то тема у меня крутится в голове мне хочется о ней поговорить хочется рассказать тема тяжело ли быть блогером за последнее время за последние полгода я столкнулась с большим количеством как и негатива так и положительных моментов знакомств подписок приписок в общем все на что повлиял youtube на что повлияли мои видео мои мой instagram и так далее поэтому хочу развеять может быть чьи-то сомнений там или наоборот чьи-то мечты что это там легко просто может быть кого-то натолкну может быть кому-то вообще сюда ход закрыт и так вот сразу отвечу на вопрос легко ли быть блогером очень тяжело это просто нереально тяжело космически тяжело и архи тяжело я не раз говорила что давление маленького города то есть отвечаю только за себя и вот приводя пример и однозначно могу сказать что если бы я жила в каком-то городе побольше немножко хотя бы хотя бы например такой город как могилёв побольше с населением да напомню что в нашем городе 15 тысяч населения то было бы мне вообще не напряжно я бы кайфовала потому что меня то есть люди знают меня по только по видео по youtube по инстаграму они не знают меня лично у них нет никаких ко мне там ненависти зависти или наоборот там года любви там притяжения просто они смотрят человека вот я бы очень хотела так чтобы знаете вот по щелчку вот люди моего города просто относились ко мне не как педагогу не как к маме не как к там человеку которого знают не как соседки а просто вот включили и у и на новое видео и это и на просто человек который снимает видео то есть не надо приписывать мои какие-то искать какие-то знаете вот эти выворачивать грязные трусы их не надо выворачивать это просто видео не надо искать в нем какие-то подвохов каких-то умыслов не надо искать что я в нем думала хотела сказала бы подумала вот про то вот а про то вот я не про кого не хочу ничего сказать и очень хочу чтобы меня смотрели просто как будто человека которого вы не знаете лично конечно эта мечта не осуществима но тем не менее вы знаете у блогерство есть ну как бы вот две части да сложно не по технической части да что там надо научиться снимать монтировать выкладывать а поверьте я прошла такое огонь воду и медные трубы что для меня мне все остальное то есть снять куда фотку сделать какой-то такой ролик это ну вот так вот я делаю сейчас теперь закрытыми глазами просто через то через что я прошла это я сейчас вспоминаю меня просто волосы дыбом это знаете как сравнивать как раньше например там делали ногти или ресницы там 10 лет назад и как делают это сейчас то есть настолько все облегчилось настолько все но ухау настолько все вот для мастеров и вот тоже самое вот это вот техническая сторона съемок но тяжело в другой совершенно части и в другой совершенно в другом смысле что как я уже сказала да люди ищут постоянно подвох люди ищут постоянно какой-то за чтобы зацепиться и даже казалось то есть я пропустила уже через себя столько негатива причем просто на ровном месте просто понимаете ты снимаешь покупки фикс прайс а тебя там просто обосрут вот скажу русским языком просто вот знаете свет не имел ну сейчас конечно у меня уже иммунитет на все это я уже это не воспринимаю я как-то раньше решила для себя ну отвечала конечно то там вот эта перепалка начиналась там ругань какая-то там другие подключались потом я решила вообще не отвечать блокировали блокировала людей потом я решила им наоборот отвечать добром например если мне пишут тобой какая-то уродина я пишу а я абсолютно уверена что вы просто красавица не писаная в общем типа такого вот плана все и вот это вот конечно я раньше очень сильно переживала я думала как так ну я думаю что мне одной такой только пишут и потом когда знаете я там смотрю каких-то своих блогеров на которых я подписана и когда я вижу что им пишут тоже и когда мне кажется блин ну человек идеальный ну что ему можно ну что там плохого можно увидеть а я обычно читаю комментарии есть ну то есть они видят то чего не вижу я и я поняла что то пишет не от ни одной мне то есть пишут всем и вот это вот такая вот обратная сторона вот этих вот съемок плюс еще конечно естественно вот мне те люди которые положительные позитивные хорошие которые вы знаете такие успешные которые интересные люди которые которым очень нравится когда что вот я снимаю да которую восхищаются что есть человек такой да в моем городе там которого я знаю который вот снимает который блогер ну блогеры я Да, конечно, может, это и громкое слово блогер, может, я и не блогер прям с большой буквы, но принято так называть. В общем, и такие вот люди, наоборот, они восхищаются, и там говорят, ой, я бы тоже хотела, это так классно, там, я тоже там что-то бы хотела показывать. То есть, но сняв первое видео или хотя бы приветствие на телефоне, и когда начинаешь смотреть, ты думаешь, господи, ну я и урод, ну там реально, то есть, ты сам даже на себя можешь такое сказать. То есть, люди даже не решаются, даже по той причине, что они, ну вот эта картинка, да, она не соответствует вашему представлению. То есть, вроде кажется, ну что там, сел да снял, да вот просто попробуйте, просто попробуйте снять ролик на 10 секунд, хотя бы просто поздороваться, да. То есть, это же относится и к Инстаграму, к историям Инстаграма, когда ты фактически, я впускаю людей в свою жизнь, в свой дом, понимаете, в свой холодильник, в свои кастрюльки, в свой шкаф, там, в свою ванную комнату. Я могу предстать перед человеком, там, без макияжа, в халате. То есть, люди настолько беспардонные, без уважения, и они, раз уж вас впустили в свой дом, то будьте хотя бы, как говорится, ну не оставлять свою грязь здесь. Просто, если вы просто тупо наблюдатель, если у вас аватарка, там, петушка, попугайчика, котика, собачки, и вы никогда нигде там не будете снимать, это не ваше, вы хотя бы не пишите ничего хорошего, вы хотя бы не пишите ничего и плохого. То есть, вас впустили в свой дом, да, вам показали там, что я ем, я до сих пор себе задаю вопрос, зачем я это показываю, зачем я в истории выкладываю кастрюльки, что я ем, но я-то знаю, зачем я это показываю. И напомню вам, я уже говорила не раз, что в свое время из YouTube я очень много что для себя узнала. Я просто, понимаете, меня просто вот так вот развернулась моя душа, я там хотела вязать, хотела готовить, там, что-то творить, создавать какие-то подделки. То есть, все, что я видела, вот, и все, что я, наверное, сейчас умею и делаю, это благодаря тоже тому какой-то мотивации, что я увидела вот на каналах YouTube и просто захотела тоже делиться, потому что мне кажется, ну как я вот знаю это и не могу этим поделиться. То же самое, что я вот и показываю, да, что я ем, что я пью, я это показываю просто потому, что я, например, там вчера или позавчера тоже увидела у кого-то там, что кто-то приготовил, и мне это была идея, и я тоже делюсь этими идеями. Я испекла кексы, я обязательно их выложу, у меня как минимум 10 человек попросят рецепт, я обязательно всегда делюсь, я обязательно даю, я уделяю время вам, а вы не представляете, насколько, вы представьте, это не один человек попросил рецепт, а 10, а может быть даже и 20, или ссылку на какой-то товар, и мне нужно каждому уделить время. И раз уж я в этой кашеварке, да, в этом, в YouTube, в этих, раз уж я такой вот показываю все это на показ, значит, буду я, значит, добра и каждому человеку ответить, и каждому человеку дать этот рецепт. Вот, я знаю, даже из своего вот окружения, да, ну там далеко не надо ходить, дети, которые у нас тренируются, там даже муж мой, да, Иван Николаевич, которые бы хотели тоже снимать, и я их просто отговариваю. Вот, Иван Николаевич там хотел что-то по машине много раз снимать, и говорит, вот, я там то ищу, там, как пару поменять, там, или что, а я бы вот снял, и тоже бы люди смотрели, то есть, потому что я там не нашел ни одного ролика, как, например, там, стекло поменять, там, или еще что-то, а вот я бы снял, и я говорю, господи, не делай этого, хватит этого негатива на меня, я такой принимаю удар, что пусть это только хотя бы меня касается, ни тебя, ни твоих детей, пусть вы будете белые, пушистые, и останетесь такими. И я вот отговариваю, дети же, ну, понимаете, мне, например, я не могу упустить что-то, какой-то ноу-хау, какой-то вот новый тренд, который начинается, и я не могу, чтобы это прошло мимо меня, я не могу не испробовать какой-то эффект, да, вот как сейчас ТикТок, я год назад кричала там, там, боже, упаси, меня еще в ТикТоке не хватало, а сейчас я там нормально, в общем, пощу этот ТикТок, я его обожаю, мне так нравится, хотя, обратите внимание, я не наблюдатель, я не листаю ленту ТикТока, я только выкладываю туда свои видео, у меня нет времени, ну, даже уже не говоря на то, чтобы писать что-то плохое, я вот даже вот логически думаю, если у меня сейчас нет времени, хорошее видео, да, своих любимых блогеров смотреть, которых я люблю, которых я раньше смотрела, да, каких-то кулинарных блогеров, там, по спорту какие-то уроки я смотрела, у меня на них сейчас нет времени, не то, чтобы я смотрела видео, которое мне не нравится, которых я терпеть не могу, вот, например, я периодически делаю такую, ну, скажем так, уловочку, да, в инстаграм, когда я выкладываю опрос, например, я выкладываю что-то, кулинарию или какой-то ТикТоковский, там, прикол, или, там, упражнение какое-то, еду какую-то, неважно, и делаю опрос, нравится вам такие видео или нет, и некоторые люди пишут, что нет, ну, то есть, там что-то такое, ну, на что невозможно не ответить, нет, я понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но есть такие моменты, которые, слово, ну, нажать кнопку нет, ну, там нереально, и я заметила, что одни и те же люди нажимают нет, то есть, им не нравится кулинария, им не нравятся, там, мои какие-то хобби, им не нравится, там, ТикТок, им не нравится спорт, им не нравится, не нравлюсь я, короче, им не нравятся мои видео, но они меня смотрят. Вот ответьте мне на вопрос, зачем они это делают? Вот я только что привела пример. Я не успеваю любимых своих смотреть, а нелюбимых и подавно я смотреть не хочу. Зачем они смотрят меня? YouTube, он и, с одной стороны, он гладит, да, дает какие-то возможности. Я очень со многими людьми познакомилась, и я вот, господи, спасибо тебе, я узнала столько. У меня такие знакомства, девочки, они просто, я не знаю, они просто притягиваются ко мне, эти люди, интересные, положительные, такие вот, знаете, позитивные. И вот они мне пишут, и мы общаемся. Я им несу позитив и счастье, и они мне, то есть, тем же отвечают, чем люди, которые вот с какой-то такой вот подковыркой, вот что-то им надо высмотреть, что-то высмеять надо, что-то вот оскорбить надо, отклоняюсь от темы. И вот YouTube дает возможность вот этих знакомств. Очень много, ну, как бы вот для развития, да, каких-то сотрудничеств, каких-то саморазвития какого-то, самообразования. Даже, ну, не побоюсь этого слова, я реально там многому учусь от вас. И если я что-то выкладываю, вы мне тут же засыпаете, где там что у вас там как-то, где можно что-то купить или найти такое же. То есть, обратная связь, она есть. Не только я дарю вам эти советы и лайфхаки, и вы же мне отвечаете тем же, да. Вот когда я последний раз показывала брелки, свою коллекцию, меня там засыпали девчонки, там показывать свои давай брелки, говорить, что можно купить. Вот я даже знаю, какие следующие брелки куплю, у Лего есть классные брелки. В общем, не в этом дело. Но и с другой стороны, YouTube вот очень жесткий просто. Он дает вот это, понимаете, вот эта публичность, да. У меня даже многие видео остались неизданными, и я их никогда не издам, к сожалению. Если вы заметили, у меня стало больше таких видео, знаете, какие-то покупки, уборка, там, Фаберлик. Все, то есть, вот таких вот болталок уже нету, где я там что-то рассказывала, там, что-то... Потому что модерацию, да, вот видео проходит модерацию на YouTube, да, там, на предмет, чтобы не было там сцен каких-то там насилия, там, еще там каких-то любовных сцен, матерных слов. То есть, они это видео просто заблокируют. Вот еще мои видео проходят модерацию в нашем городе, да. Я не побоюсь этого слова, потому что это так. Мне даже просят удалить, потому что руководству моего города может не понравиться это видео, потому что я какую-то могу сказать правду, а вы знаете, что я очень люблю правду и говорю ее. И были такие случаи, да, что я удаляла видео. Поэтому многое осталось и останется неизданным. У меня есть блокнот, где я пишу план, которые... Какие видео я хочу снять, на какие темы. И вот там, ну, штук порядка шести видео, которые я уже никогда не сниму, девчонки. Я очень, конечно, сожалею. То есть, это получается как бы не по своей воле, но, понимаете, то есть, вот даже когда я, помните, родила Дашку, и мне очень много задавали вопросов, и я хотела снять видео вопрос-ответ на тему, как я считаю, когда рожать, сколько детей иметь, сколько не иметь, во сколько лет. Ну, в общем, вот все на эту тему. И я так хотела это снять видео. Я прям вот каждый день гуляла, и вот на каждый вопрос отвечала, прокручивала, помечала, что мы... А потом я просто понимаю, что я его не сниму, это видео, потому что мне скажут, ты же педагог, понимаете? Я не человек, первое. Там, ну, люди увидят что угодно, но не ответы на вопросы простого человека, да, который там советует, может быть, там даже школьному поколению, да, что рожать, например, я уверена и могу сто процентов даже сейчас сказать, что чем позже, тем лучше. Ну, в общем, я просто решила не снимать это видео, потому что там, чтобы вы понимали, меня смотрят от учителей моего сына, и не только сына всех школ нашего города, до дворника, который подметает и убирает около нашего дома, соседи, там какие-то с работы моего папы, моей мамы, то есть все, чтобы вы понимали. То есть мне очень сложно, да, какие-то давать советы и откровения. Я бы очень хотела поговорить на какие-то личные темы. Вы знаете, вот бывают такие блогеры, они говорят вот прям про личное, может быть, про какое-то вот прошлое, про какую-то там, ну, там, любовь, там, развод, расставание. Ну, вот все такое я бы очень хотела, и я писала вот про детство, может, про родителей, про, ну, вот что-то такое вот, знаете, крики души какие-то, но теперь я это снять не могу, потому что ищут, ковыряют, ковыряют это грязное белье, ковыряют даже в видео, когда я показывала швабру, да, Xiaomi вот эту, которую я купила, я ей так восхищаюсь, я думаю, господи, скорее бы снять, показать вам, похвастаться, и просто, ну, чтобы вы тоже купили эту швабру, я просто хочу реально, чтобы вы ее купили, потому что вот такая штука классная. И там я вижу комментарий, пишут мне, что это ж надо, помыла швабру и поставила ее в угол, и теперь эта тряпка там будет тухнуть, и микробы и бактерии там будут собираться. То есть, понимаете, человек, вот покажи розу, да, вот покажи вот красивое растение, и он увидит корявую, уродливую какую-нибудь, я не знаю, палку. И вот, ну, ну вот, ну как, ну как, скажите мне. Поэтому вот как-то так. Уже, естественно, я ничего не изменю. За последние полгода огромное пришло число ко мне подписчиков. Были такие видео, которые просто, ну, чтобы вы понимали, за полгода, даже не за полгода, это я уже эту цифру знаю давно, за три месяца пришло более трех тысяч подписчиков. Думайтесь, три тысячи, не тридцать, не триста, а три тысячи. Я так полагаю, что, наверное, процентов 70, а это из моего города. Вот, поэтому, ну, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Я не пытаюсь кому-то нравиться, я не пытаюсь кого-то зацепить. Я лишь только рассказываю свою жизнь, делюсь своими какими-то покупками, секретами, лайфхаками, рецептами там и так далее. Я не лезу вообще ни в чью жизнь. Господи, если бы знали, насколько мне безразлично там, кто во что одет, кто куда пошел там, кто что сказал. Также вот, что касается влогов каких-то семейных, вы просто не представляете, сколько много остается за кадром. Вот вы меня знаете, просто вот я вот сижу вот, и все, на фоне стены, все. То есть, если бы я снимала какие-то наши вечерние вот эти посиделки, да, когда мы там вечером играем там во что-то, там прикол на приколе, там такие ржаки, там такие сценки. Иногда я, конечно, выкладываю это в YouTube, ой, в Instagram. А сейчас с Дашкой, ну там, ну просто, ну хохма, я не знаю, мы эту Дашку там все вместе облепливаем. И, в общем, и когда какие-то игры играем, и приколы там у нас, и какие-то приколы с папой там мы постоянно шутим, и ржем там, и с сыном. Ну, в общем, очень многое остается за кадром. Вы не видите, наверное, процент 80 в моей жизни, да, вы не видите моего спорта, моих вот этих будней, да, моих вечеров, моих вот этих собираний там и так далее. Ну, в общем, вот как-то так. Поэтому я, конечно, знаю, что есть и их большинство тех людей, кто любит, кому нравится, и кто будет сожалеть, что я вот так вот сказала, что многое неиздано и останется неизданным. Там я, вот поверьте, я от всей души к вам отношусь, я знаю, что вы есть. Я просто блокирую в себе то, что меня там может посмотреть человек, который мне неприятен или которому я неприятен. Я просто стараюсь просто не думать об этом. Вот стараюсь, что меня не посмотрит там тот или иной человек. Вернее, ну, я просто вот не думаю об этом. Я вот просто снимаю для людей, которым я интересна. И опять же, вот задаюсь вопрос, я не понимаю, почему меня смотрят те, кому я не нравлюсь. То есть отпишитесь, откреститесь, вам просто станет легче жить. Просто, ну, я не знаю, что вас так сильно цепляет, но вам просто, вам реально станет легче. Еще сейчас быстренько расскажу такой пример. Недавно я проходила бесплатную неделю марафона исполнения желаний Блиновской, Лены Блиновской. И я прошла эту неделю, да, и уже подходило время у меня к оплате основного курса. И я начала искать отзывы, чтобы посмотреть, как вообще о ней отзываются, и вообще посмотреть на нее, что за человек. Нашла на Ютюбе много там видео, роликов, где блогеры рассказывали про нее, и также интервью, когда ее превышали там на те или иные передачи, и где она рассказывала там о себе, о своем этом марафоне. И вот, вы знаете, я смотрю, да, там этот ролик 10-минутный, смотрю на нее, там рассматриваю. Мне она очень понравилась, такая женщина, приятная такая, несмотря на то, что она, конечно, очень богатая, там космически богатая. И, ну, как-то вот у меня в ней так вот простота притягивает, довольно-таки простая такая вот, нету такого вот там фау-фау, вот этих понтов каких-то, вычурностей нету. Мне она понравилась. И вот я смотрю видео это, слушаю ее внимательно, мне очень нравится речь ее, как она рассказывает, и начинаю в конце видео листать комментарии. Мамма миа, что там только не писали. И косая, и кривая, и посмотрите, как она нервничает, она все время волосы теребит, и постоянно чуть ли она там не в носу ковыряет, и, боже мой, а я понимаю, я прочитала эти комментарии, что я этого не увидела. Я не увидела вообще ничего плохого. Это значит, что я на правильном пути. Меня не, я не вижу плохого. Я стараюсь всегда быть на позитиве. Я не ищу, не выворачиваю чьи-то трусы. Я очень рада, что я сейчас в декретном отпуске. И у меня нету вот какого-то такого круга общения, да, где вот можно вот какие-то сплетни собирать. Вы знаете, когда людям делать нечего, они там начинают кого-то обсуждать, там, собирать. Вот мы сейчас единственное дома, это очень часто обсуждаем вот эту вот политическую ситуацию, которая у нас в стране. И то мы всегда себя ругаем, там, всегда останавливаем. То есть только там что-то, и опять начинается. И мы себя прям вот обрубаем, там, все, хватит, там, все, Вань, давай, хватит. И он там, все, опять вспомнили, опять начали. Потому что, ну, как-то вот, не знаю, вот эта вот политическая ситуация у нас все время на языке. И вот мы ее и то стараемся обрубать. Все, давай там что-то посмеемся, поржем, там, поесть, приготовим, там, что-то посмотрим. ТНТ какой-нибудь. Кстати, подсели последнее время на ТНТ. Месяца, наверное, уже два смотрим, потому что, ну, там, позитив, хоть поржать. Пускай тупой, пускай какой-то, знаете, такой, ирония вот такая вот. Но, по крайней мере, оно поднимает настроение. То есть я не хочу не смотреть ни новостей, ничего. Меня это все бесит, мне это поднимает, портит настроение. Какой-то вот стресс такой делается. Все, стараемся не смотреть. И я стараюсь всегда, я рада, что я не замечаю вот этого вот плохого, особенно в людях. То есть для меня человек – это человек. Я не ищу, что у него там где-то усы отклеились, там, знаете, или там ресницы там нету, или лак облупленный с ногтей. Все мы люди, если человек живой, то это абсолютно нормально, это абсолютно присуще. Даже если бы я сейчас сидела, и у меня тут вот, знаете, как бы там пятно было, потому что я мама в декрете. В общем, вот, выплеснула вам свою душу. Становитесь блогерами, пожалуйста, попробуйте. Вы просто охлебнете этого, я думаю, что просто для того хотя бы, чтобы меня понять. Попробуйте. Может, у вас зайдет, может, вам действительно понравится. Миллион раз хотела это дело бросать, но я просто его не брошу. Просто не брошу, потому что действительно очень сильно люблю. Это мое, люблю, я столько со многими познакомилась с людьми, я нашла настолько много интересных людей, что, ну, просто я не могу это бросить. То есть, понимаете, нет. Буду снимать, продолжать и вести Инстаграм, потому что я считаю, что я должна делиться с миром. Я знаю много интересного, позитивного, полезного и должна обязательно с этим поделиться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться и дружить. Всем пока.